Анастасия Выходной день у них рабочий, все смешалось без праздников и перерывов, хотя со стороны кажется, что их деятельность и есть праздник, на самом деле не всегда. Это сложно, потому что очень много, скажем так, программ, проектов, очень много локальных каких-то акций, мероприятий проходит, но несмотря на такую большую занятость, всегда с радостью прихожу в Союз молодежи и ребята многие, которые, я все прекрасно понимаю, что они занимаются еще в различных других объединениях, организациях, когда я их спрашиваю, ну вот зачем вы приходите в Союз, вы там представляете еще там множество различных. И они всегда говорят о том, что да, вы много где занимаешься, но в Союз это по любви, как говорится. Что касается нас, то наше собрание всегда проходит, я не знаю, там с чаем, с конфетками, с печеньками, когда ребята приходят. То есть какую-то такую уютную атмосферу домашнюю, дружескую, она всегда хочет выстроить в нашей команде, чтобы не было то, что она лидер, руководитель Анастасии Владимировны. Нет, она такой же друг, такой же член команды, как и все. Это здорово. Так как я считаю, что это отличает руководителя от лидера как раз таки, и именно поэтому ее можно назвать лидером. Она очень хороший руководитель, очень четкий, очень строгий, поэтому в работе у нас все хорошо, все по полочкам, все прекрасно. А в жизни прекрасный друг, то есть она не только хороший руководитель, потому что у нас все идет хорошо, все замечательно, но и хороший друг, к которому можно обратиться за советом всегда. Встреча актива Самарского союза молодежи во главе стола председателя Анастасия Софьина. Сейчас и для всех Анастасия Владимировна. В портфолио этой стальной леди уже есть ведомственная награда, знак за отличие в учебе, медали второй и третьей степени Калашникова за активное участие в патриотическом воспитании молодежи России, диплом Министерства образования и науки Российской Федерации и огромное количество благодарственных писем от руководства Самары и региона. Ее никто не учил учиться и достигать успехов. Так само собой логично получилось у девочки, которая переехала в детстве из Ульяновска в Кенель-Черкассы и стала одной из самых узнаваемых фигур в молодежной политике Самарской области. Мама отвела меня в первый класс в городе Ульяновск. Но так случилось, что мы во второй четверти переехали в Самарскую область и когда пошли на собеседование в одном из муниципальных образований области на собеседование, соответственно, сразу взяли во второй класс. И поэтому получилось так, что я за один год закончила два класса. На протяжении нескольких лет Анастасия Софьина занимает пост председателя Самарского союза молодежи. Под ее руководством в 2018-м организация стала победителем фонда президентских грантов с проектом «Реализуй себя максимально». В этом же году она организовала на территории Самарской области всероссийскую акцию «Встреча поколений» на протяжении двух лет помогать в организации проведения шествия «Бессмертный полк». В 2019-м была руководителем регионального оргкомитета окружной школы ПФО «Пространство развития». Очень яркое мероприятие было этим летом «Пространство развития». Это школа федерального округа по написанию социальных проектов. Было очень запоминающе, потому что мы были в несколько дней все вместе. Это самое пока что наше большое время, когда мы были на одной площадке с большим количеством людей. Ей было очень здорово, потому что были хорошие участники, и нам с нашей командой удалось очень качественно организовать именно всю эту школу. Сначала это казалось чем-то таким невообразимым, то, что какие проектные команды на территориях и так далее. Но надо сказать, что у нас регион очень активно включился в эту деятельность. Мы показываем уже второй год реализации данного проекта на федеральном уровне. Лучшие показатели – это по регистрации участников, это по реализации и вовлеченности муниципальных образований в эту деятельность. И у ребят уже сейчас нет такого стереотипа о том, что это есть село, это деревня, еще что-то. У нас есть четкое понимание, что это такие же ребята, они активные. И, конечно, за счет этого тоже формируем некий пенитивный аппарат. В работе она очень требовательна. Она требовательна как к себе, так и к окружающим. Но при этом она всегда подскажет и направит, объяснит, где что было неправильно. То есть у нее такая критика очень правильная для ребят. И ребята к ней всегда прислушиваются. Мы на протяжении нашего знакомства меняли друг друга. Потому что она меня учила социальным проектированием, связанным с деятельностью, как работать с молодежью, как вести мастер-классы и так далее. А я ее учил всяким молодежным новшествам, особенно в мире интернета, потому что она немножко с этого далека. Поэтому у нас такое взаимодополняемое всегда обучение друг с другом. Почти семь лет волонтерского стажа за ее плечами. Помощь в организации проведения патриотических акций, мероприятий, областных, военно-спортивных игр. Анастасия на протяжении нескольких лет была координатором волонтерских групп на ветеранских и гражданских трибунах. Парада «Победа» 9 мая, которая проходила на площади Куйбышева. Была послом «Победа» от Самарской области и помогала в организации военно-морского парада 9 мая в Севастополе. Принимала участие в фестивалях «Добро.ру», «Волга-фест», праздновании столетия комсомольской организации и организовывала волонтерский корпус акции «Россия. Крым. Вместе. Навсегда». Но каждое мероприятие – это огромная работа. Одно из таких больших мероприятий было 18 марта 2018 года. Это присоединение Крыма к составу Российской Федерации, когда мы вышли с инициативы уже по традиции. У нас все молодежи поздравляют жителей губернии с этим праздником, приглашают на вечернее мероприятие, которое у нас проходит на площади Куйбышева, на площади Славы. И 18 марта у нас было задействовано просто колоссальное количество волонтеров. Там более 200 человек. И когда уже все было распланировано, волонтеры были набраны, мы уже понимали, кто за какой позиции закреплен. И уже последние приготовления шли накануне 17-го числа. Время 10 часов вечера мы посмотрели в окно и увидели то, что там начался просто метель, снежная буря. И я в этот момент, надо сказать, в какой-то момент я уже подумала, что завтра не выйдет никто, потому что погодные условия были просто ужасные. Что ребята сказали? Ну ничего, значит, будем сами выходить. В 7 утра, когда проснулись, буря просто не прекращалась. Я звонила ребятам, говорю, все, это сейчас будет провал. Это будет наш провал, даже 200 волонтеров, но маловероятно, что выйдет. И надо сказать, что вышло 98% ребят на свои позиции, вне зависимости, где они находились. Мы приезжали по всем точкам, развозили питание по ребятам. То есть было очень большое удивление, насколько ребята были вовлечены, насколько они прониклись, скажем так, в идеи на акции. И, соответственно, это, конечно, было таким, ну, наверное, большим показателем. То, что нам запомнилось на всю оставшую жизнь, мы до сих пор вспоминаем. Это 18 марта. И надеемся, что следующие года нам как-то с погодой будет более вести. У Самарского союза молодежи очень много программ для школьников, в том числе программы ученического самоуправления. Есть такой федеральный проект, как «Мы вместе». И ребята принимают участие в этих конкурсах. И, соответственно, проявляют себя в тех или иных направлениях. Очень много акций проводим, в том числе и дворовольческих. Ребята выступают очень часто в качестве волонтеров. Мы те сотрудничаем между собой, то есть в лице председателя Анастасии Владимировны. Она почетный гость на наших мероприятиях. Она очень часто приезжает на социально-педагогические смены в роли спикера каких-то площадок, в роли экспертов каких-то проектов. Очень часто проводит мероприятия с нашими ребятами. И волонтерами многих проектов Самарского союза молодежи является как раз-таки членом городского школьного парламента. Ребята очень любят Анастасию Владимировну, любят союз, поэтому часто работают вместе. Это ее большой плюс, то, что она всегда думает о своей команде. И причем команде не вот там, мы четыре человека, которые собираемся здесь постоянно, о волонтерах, которые также работают на форуме, о ребятах, которые ответственны за то, за это, просто активисты Самарского союза молодежи. Которое лето подряд Анастасия Софьина проводит на молодежном форуме Приволжского федерального округа Иволга была участником, заместителем руководителя смены «Патриот», руководителем делегации от нашего региона, где в ее обязанности входила координация около тысячи членов группы Самарской области. За значительные результаты в общественной деятельности в 2015-м Анастасия стала лауреатом премии губернатора и в том же году лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи, установленной указом президента России. За ее плечами победа во всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений и лидер 21 века. Хотелось просто посмотреть, какие ребята приезжают со всей страны, чтобы показать. У многих тогда был очень большой послужной список там и в российских студенческих отрядах, и, соответственно, в Российском союзе молодежи. То есть там ребята уже занимали в свои студенческие годы очень весомые посты. Мне всегда казалось, что на их фоне я так выгляжу, ну, скажем так, как только маленькая девочка из Самары, что и было очень большим удивлением, когда на всероссийском конкурсе, то есть я заняла как раз-таки второе место в номинации лидера 18-25 лет, вот, единственная из Самарской области, причем у нас не так много побед за все истории этого конкурса. Во время проведения чемпионата мира по футболу в Самаре Анастасия Софина была задействована в Центре привлечения и подготовки городских волонтеров, координатором функционального направления. Это в 2018-м. В 2019-м вошла в экспертный совет Всероссийского конкурса «Доброволец России». С своим опытом не только побед, но и поражений она рада делиться. Анастасию Софину теперь уже в качестве тренера и эксперта зовут на мастер-классы по всей области не только. Но немногие знают, что у этого удивительного человека и увлечения самые необычные. С детства Настя занимается художественным выпиливанием. Сначала очень многое не получалось, и из-за этого были какие-то моменты, когда хотелось все бросить и, соответственно, пойти со сверстниками больше погулять, а не ходить каждый день. Распорядок дня в школе было то, что я с 8 утра до 2 дня находилась в образовательной организации, затем приходила, брала рюкзак, шла на кружок с 2 до 5 у меня, проходил кружок, и потом с 7 до 9 каждый день шла тренировка по настольному теннису. Но надо отдать должное, то, что, наверное, кружок именно сформировал некие качества за счет того, что должна была быть большая усидчивость. Мы уже тогда начинали участвовать в разного рода конференциях, выставках. Я трижды остановилась, несмотря на то, что являлась представителем муниципального образования, победителем областной Олимпиады школьников по технологии, причем в категории техническое творчество, где было заявлено все молодые люди, я была одна девушка. И даже в 11 классе, когда все готовились к ЕГЭ активно, я в мае месяц уехала представлять регион на Всероссийскую Олимпиаду школьников по направлению технологии. А еще ее специальность по университету никак не связана с общественной деятельностью. Специальность у меня техническая, называется она «Технология производства и ремонта подвижного состава железных дорог». И всегда многие спрашивали о том, что я очень много занималась общественной деятельностью, спортивной в учебное время. Многие задавались вопросом, почему тогда именно эта специальность. В свое время это было востребовано, хотя я считаю, что это и сейчас востребовано. Но так сложились обстоятельства, то, что все-таки мне ближе стала именно такая общественная деятельность, деятельность в сфере молодежной политики. И, соответственно, я вот решила то, что все-таки буду в профессиональном плане заниматься именно этим направлением. В 2019-м Анастасия Софина в числе финалистов областной общественной акции «Народное признание» в десятке лучших в номинации «Поколение добра». Ее талант в том, что она собственным примером показывает, нет недостижимых высот. Главное – это работать над собой и верить в свои силы. Пока как-то мне вот больше нравятся именно такие движухи постоянные, какие-то съезды, форумы, слеты, где ты можешь пообщаться где-то с такими же, где-то с теми, кто тебя старше. Когда коллеги также приезжаем, там скоро у нас через неделю будет съезд Российского союза молодежи. Не съезд, а пленум. Где мы также встретимся с коллегами всех субъектов для того, чтобы обсудить, скажем так, то, что у нас было сделано за прошедший год и наметить планы на следующий, потому что в следующем году у нас будет 30 лет Российского союза молодежи. Вот большая череда мероприятий ожидается.